Кировская область опять на 60-м месте. Федеральная статистика показывает, что нашим жителям не до роскоши. На этот раз цифры говорят о том, что кировчане в большинстве своем не могут позволить себе новый автомобиль. А Елена Чехомова сказала мне, что в новом году покупок авто станет еще меньше. Так, Лена? Здравствуйте. Да, это будет грустный рассказ о том, как наши желания не совпадают с нашими возможностями. Давайте посмотрим на карту. Чем темнее квадратики регионы, тем доступнее их жителям новые автомобили. Кировская область, как ты уже сказала, на 60-м месте из 90-м. Поэтому, как видим, наш квадратик достаточно светлого цвета, что говорит о недоступности автопокупки. Итак, по данным РИА Новости, машина за 900 тысяч доступна лишь 8% жителей области. За 2,5 миллиона – 1%. Авто премиум класса – 0,05% кировчан. Но и этого мало. Россиян предупредили о подорожании новых авто в начале 2023 года. На сколько же? Ожидают, что на 10%. ТАСС пишет, к росту цен приведет дефицит новых машин из-за санкций. Наши эксперты говорят, что в целом автомобили на российском рынке есть. Другое дело, что, во-первых, все они подорожали. А во-вторых, те ли это автомобили, которые хотят жителя? Дефицит есть в нескольких сегментах, очень серьезный. В частности, совсем бюджетные машины, там, АвтоВАЗа есть, Гранты, Мивы. А вот дальше есть разрыв примерно в миллион. То есть до миллиона есть, после двух миллионов достаточно большой выбор, а вот с миллиона до двух совсем пусто. Средний класс отсутствует напрочь. Вот тут есть дефицит. Так же, как на вторичном рынке есть сильный дефицит относительно свежих машин, скажем так, от 3 до 7. Так что дефицит-то покупателей. Доходы невысокие, нестабильные, люди осторожничают, машины не меняют. Так постепенно стареет весь наш автопарк. Если в 2014 году среднему автомобилю в России было 10-11 лет, то сейчас в среднем 15. И улучшений не предвидится. В обозримой перспективе ничего в этой сфере не изменится, потому что новых моделей-то не появится. И заводы не вырастут из-под земли, и машины, что еще важнее, запчасти для машин не появятся в одночасье. Российский автопром может зародиться заново только в том случае, если будет базироваться на серьезной компонентной базе. Если мы будем запчасти производить в России, тогда будет понятно, из чего машины делать. А сейчас мы производим только отдельные элементы, и, конечно, из этого собрать ничего не получится. И вот следствие. Если раньше более-менее обеспеченные люди меняли авто каждые 4 года, то теперь решают поездить на родной ласточке еще. Правда, есть и тут небольшая ложечка дегтя. А что еще-то? Дорожают не только машины. С нового года вырастет в цене и техосмотр. Возможно, в два раза. В среднем по стране на 57% посчитал коммерсант. В отдельных регионах в 2-3 раза. А ожидалось и больше, потому что давно расценки не меняли, и это уже необходимость для отрасли. И оборудование изнашиваться приходится покупать, докупать, постоянно вкладывать. Эксперты у нас, то есть все с высшим образованием, то есть это тоже надо учитывать. То есть квалифицированный персонал требует достойный заработок. Ну, тут все складывается. Ждем повышения с нетерпением. Мы с 2016 года, у нас цена на техосмотр в городе Кирове, в Кировской области, не менялась вообще. С 2016. То есть техосмотр стоит 480 рублей. Цены на техосмотр в Кировской области пока не определены, но примерно он будет стоить 913 рублей. Не расстраивайтесь, он нужен не так часто, зато теперь вы уже все знаете. К изменениям нового года готовы. Да, Лена, не самая радостная информация, но очень полезная. Спасибо. Мы продолжаем.